Скажите дьяволу «Не сегодня!» Скажите страху «Не сегодня!» Беспокойство! Я посылаю тебе уведомления о выселении. А ну, убирайся из моего дома! Я не позволю тебе контролировать мой дом. Я Пол. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди. И вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Сегодня я хочу поговорить на тему «Ты заражаешь других?» Повернись к своему соседу и спроси, «Ты заразен?» Ты заражаешь других? Наш мир сейчас заражает всех страхом. Люди ходят в масках и в спецкостюмах. Они обклеивают территорию лентой, устанавливая карантин. Только в Китае более 40 миллионов человек находятся на карантине. Из-за страха. Страх заразен. Он действует как вирус. В новостях говорят, что более страшный вирус — это даже не вирус коронавируса, а вирус смятения. Люди скупают в магазинах туалетную бумагу. Страх нарастает. Люди боятся за экономику и за все будущее. Но я и мой дом воскликнем Господу глазом веры. Мы будем провозглашать победу. И посреди страха и паники мы будем возрастать в духе надежды. Я заявляю вам сегодня, что хотя страх заразителен, но вера тоже заразительна. Вирус может заражать. Ну и победа тоже заразительна. Ученые в Стэнфорде и Оксфорде сделали исследование о том, заразительны ли эмоции людей. И они пришли к выводу, что каждый человек заражает других своими эмоциями. Входя в комнату, они словно расставляют сети. Они творят атмосферу. Она словно расползается в воздухе. Для этого идет вход и язык тела. Они заражают тех, кто находится в комнате. Об этом говорит Библия в 1 Коринфянам 15.33. Те, кто делают заметки, меняют историю. Если вы делаете заметки в телефоне, вы можете просто смотреть на экран. Мы будем выводить все местописания. Но в этом месте сказано, что плохое сообщество или плохие эмоции заразительно. Удивительно. Но обычный грипп убил больше людей, чем коронавирус. За последние два месяца грипп убил более 20 тысяч человек. 34 миллиона человек заразились гриппом. Но это нас не пугает. Мы не бежим в панике в магазин за туалетной бумагой. Мы не прекратили летать на самолетах. Хотя грипп убивает людей из года в год. Друзья, вирусы были в мире во все времена. Во все века были болезни, торнадо, вулканы и землетрясения. Люди издавна убивали друг друга. Геноциды были и раньше в истории. Нужно каждый день просыпаться с намерением жить по полной. Библия говорит, сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в оной. А враг хочет, чтобы мы ходили в угнетении, с тяжелым сердцем, и постоянно говорили о чем-то негативном. В Марка 4 Иисус с учениками плыли на лодке по Галилейскому морю. И вдруг началась буря. Эта буря открыла то, что все это время скрывалось в сердце учеников. Вдруг ученики были охвачены страхом. Они родились, веря в этот страх. И они так и не разобрались с этим страхом. Из поколения в поколение передавалось, что нужно бояться бури, что нужно быть в ужасе, если дует сильный ветер. Нужно паниковать, если начинается что-то, что нас пугает. И они сказали Иисусу, «Господь, мы погибаем, а Тебе и дела нет. Этот шторм нас всех погубит!» И мне нравится, как Иисус на фоне их страха отвечает им, что вы так боязливы. «Как у вас нет веры?» Дело в том, что страх заразителен. Один человек полон страха, и он начинает заражать страхом всех находящихся вокруг. Это как сарафанное радио, когда кто-то начинает сеять негатив, и все за ним продолжают. Люди ворчат и жалуются, и их недовольство растет, как опухоль. Это происходит в Ветхом Завете, когда Бог пытался вести народ Израиля в землю обетованную. Он вывел их из рабства и вел к победе. В книге «Чисел» в 13 главе со 2 стиха «Когда Господь обращается к Моисею, Он велит ему послать 12 соглядатаев». Третий стих. «Пошли 12 соглядатаев в землю обетованную». «Я хочу, чтобы вы увидели, каким будет ваше будущее». Пойдите и исследуйте эту землю. Посмотрите, какая она прекрасная. Моисей так и поступил. Он выслал 12 соглядатаев в землю. И в 23 стихе «Соглядатаев вошли в землю» и увидели, как несколько человек несут одну виноградную кисть. Эта кисть винограда была настолько огромной, она не вмещалась в лодку, она не помещалась на плече. Ее несли на шесте. Она была огромной. Там были прекрасные плоды граната и смоквы. Бог показывал им через это. То, что я для вас приготовил, гораздо лучше, чем то, что позади. Я считаю, что заразительность начинается в голове. Я верю, что мы инфицируемся сначала в нашем разуме. Битва происходит в разуме. В 27 стихе они возвращаются к Моисею и рассказывают Ему о том, что они увидели в земле, которую обещал им Господь. Они подтвердили, что в этой земле течет молоко и мед. Плоды в этой земле просто удивительные. Все об этом услышали. Эти вести распространились как вирус. И все об этом узнали. И дали знать об этом через слова своих уст. Но вдруг в их словах засвучала не надежда, а наоборот. Они стали распространять послания страха, начиная с 28 стиха. «Но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укреплены, весьма большие, и сынов, инаковых, мы видели там. Там живут великаны. Они вдруг сами начали убеждать себя, что им не видать победы, не видать исцеления». Послушайте, если мы хотим одержать победу, нам нужно одержать ее в разуме. И также через слова наших уст. Вы либо убедите себя словами, что болезнь — ваша судьба, либо провозгласите победу. Ваши слова либо определяют вашу победу, либо загоняют вас в страх. Соглядатая сеяли поражение. А вы чем заражены? Они заражали страхом. В 29 стихе они говорят, «Там живут Хитей, Евусей, Аморей, нам их не победить». И в 30 стихе халев успокаивает народ. Вдруг появляется тот, кто заражает их надеждой. Одни, Соглядатай, заражали страхом, а другие верой. Это битва двух вирусов. Это битва вины и благодати. Проповедуя в церкви, я веду битвы против вирусов. Я проповедую и сражаюсь против инфекции. Многим тяжело воспринимать то, что я говорю. Трудно поверить во что-то, если в жизни видишь другое. Если ваш отец был жестоким, вам трудно верить в любящего Отца Небесного. Поэтому я проповедую, а у вас в голове битва, потому что вы не верите в Божью любовь. Халев говорил обратное. А ведь они вернулись из той же земли. Они видели ее по-разному. В 30 стихе он говорит, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Мы можем одолеть этот вирус. Враг не имеет шанса, потому что Бог за нас. Нам нужно бодрствовать. Враг не дремлет. К этому нас призвал Петр. Халев бодрствовал, но не боялся. Он сказал, «Я видел тех великанов, но также я знаю, кто внутри нас, хоть мы его и не видим». Вера не игнорирует факты. Многие считают, что люди веры закрывают глаза на факты. Нет, это не так. Просто мы верим, что наш Бог сильнее, чем что-либо, что выступает против нас. Будущее принадлежит смелым, тем, кто использует мудрость и готовится ко всему заранее, но при этом не паникует. Они не отступают, а поднимаются в вере. Халев говорил, «Мы можем это сделать. Мы победим эти народы. Мы ведь дети с самого народа». Ну а смотрите, что сказано в 33 стихе. «Те, которые пришли с этой земли напуганными, распускали худую молву о той земле. Они сеяли в израильтян страх». А теперь давайте прочитаем 34 стих 13 главы чисел. «Там видели мы и исполинов, сынов инаковых от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча. То какими вы сами себя видите, определяет сделанный вами шаг веры». И числа 14, 1 и 2, «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы». И все общество сказало им, «Ой, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». Кстати, именно это с ними и произошло. Но сначала они поверили в это. И пришло заражение. Чтобы заражать других, нужно сначала самому заразиться. В своих заметках напишите, что вас заразило. Или кто вас заразил. Может, вы заразились надеждой, что в каждой сфере жизни вы одержите победу. Или вы пришли сегодня сюда с тяжелым сердцем. Может, вы заражены депрессией, потому что потеряли близкого вам человека. Я сам это пережил. Враг любит делать так, чтобы мы ходили зараженные депрессией, угнетением и страхом. Нам нужно заглянуть этому вирусу в глаза, а не убегать в страхе от того, что нас пугает. Петр сказал в 1 Петра 5 главе «Противник ваш, дьявол ходит, как рыкающий лев». Я хочу услышать ваш рык сегодня. А ну, заревите, как лев. Рррр. Да. Враг рыкает. И мы с вами вошли в этот год в рыкающую декаду. В эту декаду вражеского рыка миру нужна не самодовольная церковь, а церковь, которая заражает. Заражает смелостью, заражает верой. Враг хочет своим рыком загнать нас в угол. Он рыкает и пугает вирусами и торнадо, распространяя страх. Это его тактика. Он говорит, сиди в углу. Церковь, спрячься. Не возвышай голос. Сиди тихо. Враг убеждает нас, что нам нужно бояться. Но Петр говорит, бодрствуйте. Не позвольте рыку врага господствовать в вашей жизни. Бодрствуйте. И также Петр говорит, противостойте ему твердую веру. Не убегайте в страхе. Скажите дьяволу, не сегодня. Скажите страху, не сегодня. Беспокойство, я посылаю тебе уведомления о выселении. А ну убирайся из моего дома. Я не позволю тебе контролировать мой дом. Научитесь противостоять дьяволу твердую верою. Есть сила в том, что мы верим в Божью благодать. Страх пожирает нашу уверенность в Божьей благодати. Но вера придает силы нашей вере. Хотите вернуть уверенность? Начните верить в Бога, а не в коронавирус. Вот вам правдивая история. Парень по имени Ник работал на ЖД-станции. Однажды он грузил ящики в грузовой вагон с морозильной камерой. Внезапно захлопнулась дверь, и он остался внутри. Он начал стучать в двери, но его осенило уже пять часов вечера, и все ушли по домам. Они вернутся лишь завтра в восемь утра. Его охватила паника. Что же со мной будет? Что мне делать? Он сел на пол в морозильнике в грузовом вагоне и принял тот факт, что он замерзнет до смерти. Он поверил в это. Найдя бумагу и ручку, он начал писать предсмертную записку. Я умираю. Я замерзаю до смерти. Здесь так холодно, что я не чувствую тела. На следующий день Ника нашли мертвым в этом железнодорожном вагоне. Интересно, что в вагоне была температура плюс 21. Я сплю дома при такой температуре. Если только жена тайком не подкрутит термостат, чтобы было потеплее. Она у меня мерзлячка. Он не должен был умереть при такой температуре. Они задались вопросом, как это могло произойти. К тому же, там было достаточно кислорода. Он должен был выжить в таких условиях. Но его нашли мертвым. Ученые доказали, что паника убивает. Ты начинаешь верить в то, что даже не является правдой. твой организм переходит в режим паники. Доказано, что некоторые люди, падая с высоты, умирают, еще не коснувшись земли. Они умирают из-за паники. Паника охватывает все их тело. Поэтому, когда вас атакует паника, атакуйте ее в ответ. Дайте достойный отпор паники. На это у нас есть здравомыслие от Бога. Потому что мы имеем любовь Иисуса, имеем надежду и упование. И сегодня я пришел, чтобы дать бой паники. Давид сказал в 26 псалме, «Господь свет мой». Давайте скажем, «Господь свет мой и спасение мое». Кого мне бояться? Господь крепость жизни моей. Кого мне страшится? Давид говорил, «Если ополчиться против меня, полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». И 13 стих, «Но я верую, что уживу благодать Господа на земле живых». Пришло время нам заразиться вирусом, который сильнее вируса страха. Пора заразиться надеждой и заразиться смелостью. Посмотрим Исайя, 21 глава, 10 стих. Это время, когда Израиль жил в страхе. они не знали, смогут они вернуться к надежде и смелости или нет. И вот, что говорит пророк Исайя. Он говорит им, «Не бойся, скажите вместе со мной, не бойся, пора нам послать страх туда, откуда он пришел. Не бойся, ибо я с тобою». Не смущайся, ибо я Бог твой, говорит Господь. «Я укреплю тебя, помогу тебе и поддержу тебя, десницею правды моей. Чем мы заражаем других?» 90-й псалм. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится, и говорит Господу, «Прибежище мое, защита мое, Бог мой, на Которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, и щит, и ограждение истины его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке. Не убоишься коронавируса, и вообще любого вируса, заразы, опустошающие в полдень, падут под для тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизиться. Есть сила в том, что мы верим в Божью благодать. Страх пожирает нашу уверенность в Божьей благодати, но вера придает силы нашей вере. Хотите вернуть уверенность? Начните верить в Бога, а не в коронавирус. Перестаньте верить в то, что вам говорят на разных телеканалах. Не на них должна основываться ваша вера. Но, Пол, нам нужно быть в курсе событий. Дело в том, что страх хорошо продается. И телеканалы за счет нас процветают. Они знают, что чем больше они будут сеять страх, тем больше будут их рейтинги. из-за вируса у них на 1 миллион больше просмотров. Каждая секунда стоит денег. И они делают на нас деньги. Они сеют страх, а мы верим. Но я хочу лишить страх его прибыли. Я здесь, чтобы провозгласить победу над вирусом страха. Да, мы должны соблюдать меры предосторожности, мыть руки и так далее, но беспокойство не должно нас контролировать. Не нужно жить на антидепрессантах. Вы можете иметь здоровый сон, веря в то, что ангелы Божьей армии ополчаются вокруг вас и охраняют вас. Я хочу вам кое-что показать. В центре слова беспокойство. У нас в английском стоит буква I, что значит я. Я боюсь. Я не знаю, что делать. Я, я, я. Беспокойство. Сосредоточено на нем. Показать вам еще слово с буквой I посередине. Гордыня. В корне беспокойства лежит гордыня. И поэтому я беспокоюсь. Я боюсь. Я так переживаю. Я тревожусь. Я паникую. Я беспокоюсь о том, что сейчас произойдет в мире. Я, я, я. Беспокойство можно вылечить. Только если мы перестанем полагаться на себя. И я, мы будем уповать на великого ясмь. Послушайте, не я должен сидеть на троне моего сердца. Если я буду сидеть на этом троне, то, разумеется, я буду в страхе и полон тревоги. На троне моего сердца должен быть не я сам, а великий ясмь. И это то, чем мы можем заражать других. на прошлой неделе мы возвращались домой. И когда мы были в аэропорту, меня остановил один человек. Он воскликнул, «Эй, пастор, у меня есть фотография». Он сказал, «Я заражаю других победой. Я распространяю весть о победе. Его зовут Даю. Он посещает нашу церковь. Я сказал ему, Даю, ты заразен». Он сказал, «Да, еще как». Я распространяю победу, куда бы я ни шел. А чем вы заражаете других? Ты это о чем? Не нужно сидеть и сплетничать. Заражайте ваших коллег победой. Пусть церковь будет заразной. Пусть она заражает победой. Мы не должны распространять сплетни, слухи, страх, панику. Я счастлив и горд, что наша церковь заражает людей любовью и искренностью. Заражает всех вокруг Духом Святым и Божьим присутствием. Наша церковь заражает смелостью. Причастие это воспоминание о том, что Христос делал на кресте. Хлеб олицетворяет его тело, которое он отдал за нас на Голгофе. Вино символизирует его кровь. выискупление наших грехов. Это напоминает евреям о том времени, когда они были освобождены из египетского рабства. Моисей велел всем израильтянам заколоть непорочного агнца и кровью этого агнца окропить косяки дверей и каждый дом на дверях, которого была кровь агнца, будет помилован. Вирус не коснется его. Кровь сильнее, чем вирус. Кровь сильнее страха. Кровь Иисуса сильнее вашего греха, вашей вины, вашего стыда, сильнее вашего отчаяния и депрессии. Иисус преломил хлеб в тот вечер со своими учениками. Он сказал, «Я заключаю с вами новый завет, и этот завет заразителен». Поэтому во второй главе Деяний, когда излился, Дух Святой, это было исполнение пророчества Иисуса. Я пошлю вам утешителя. Он будет с вами, куда бы вы ни шли. Петр, сейчас тебе стыдно от того, что ты подвел меня. Петру было стыдно, ведь он сказал Иисусу, «Я не оставлю тебя». А сам отрекся от него. Петух пропел, чтобы это подтвердить. Но Иисус сказал Петру, «Сейчас, когда стыд охватил всю твою сущность, я хочу, чтобы ты знал, что у Бога для тебя есть восстановление». И во второй главе Деяний, когда сошел Дух Святой, Петр начинает проповедовать, и у него была заразительная смелость. Люди подумали, что ученики пьяные и хотели изолировать. Они говорили на языках, надо бы их посадить на карантин. Они начали распространять веру на улицах Иерусалима, Иудеи, Самарии и до края земли. И в итоге вера дошла до Талсы, Оклахома. Вера распространяется как огонь. Люди спасаются. Петр, отрекшийся от Иисуса в тот вечер, стал великим проповедником. Он привел ко Христу тысячи людей. Люди исцелялись, как апостолы, возлагали на них руки. Они заражали людей своей верой. В атмосфере было спасение и исцеление. Они были носителями вируса спасения. Есть сила в крови Иисуса. И Он наш лучший Бог. Исследования показали, что все мы чем-то заражаем других. Вопрос не в том, заразны мы или нет, но в том, чем мы заражаем. Оксфорд и Стэнфорд доказали, что каждый человек сеет либо надежду, либо безнадегу, позитив или негатив, жалобы или благодарность, страх или веру, панику или покой. Я призываю вас сегодня стать теми, кто распространяет покой. Находясь у себя дома, провозглашайте мир вашему дому, провозглашайте любовь. Вместо того, чтобы распространять сплетни, ненависти, клевету, вместо того, чтобы приходить на работу с негативом, с эгоистичным настроением и ментальностью жертвы, приходите на работу, исполненные верой, любви, доброты и желанием жить от себя. Пусть у вас всегда будет готовность послужить другим. Вы можете изменить атмосферу. Ваш настрой заразителен. То, чем вы наполнены, заражает других. Точно так же страх заразителен. Заразительны любовь и вера. Давайте помолимся вместе. Иисус, помоги мне распространять Твою любовь. Боже, помоги мне заражать всех вокруг Твоим миром, добротой и состраданием во имя Иисуса. Аминь. Я молюсь о вас, друзья. Не забывайте, что ваши лучшие дни впереди. Спасибо. 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 Спасибо.